всем здорова и сегодня на обзоре конкурент сяоми это робот-пылесос от компании ли экстра укс лично у меня наверняка не только у меня это название скорее всего ассоциируется со всеми известной компании электролюкс но ли экстра укс это конечно чисто по-китайски правда не так узнаваемо как если бы это было например джеки чан экстра укс или того лучше брюс ли экстра укс вот тут точно был бы успех мирового масштаба но несмотря на свое спорное название эта компания делает реальные успехи в робота-пылесосостроении оказывается она создана еще в 1912 году в германии а чё германия уже было тогда первый робот-пылесос они создали еще в лохматом 1987 не знаю как то чудо выглядело и что она вообще умела но конкретно эта модель 30b новинка 2019 года и на сегодня тут я не шучу это самый крутой робот-пылесос компании с очень серьезными характеристиками проверим посмотрим и конечно же обязательно сравним с роботом-пылесосом сяоми возможно надерет задницу а может и нет и перед скрытием коробки обращаю ваше внимание на канал распаковка посылок из китая название говорит само за себя тут можно найти распаковки и обзоры смартфонов метеостанции фитнес-браслетов есть интересный цифровой микроскоп который я мечтаю себе приобрести множество гаджетов и различная мелочевка за скромные деньги давайте вместе поддержим развивающийся канал дружной подпиской ссылка на него есть в описании под этим видео несмотря на свое название этот пылесос на самом деле крут и вот его основные функции с помощью приложения smart life который можно скачать по штрих-коду на животе этого пылесоса он синхронизируется со смартфоном сканирует пространство и рисует двухмерную карту помещения и запоминает ее то есть этот пылик всегда знает где он был и где не был это основная функция в таких пылесосах без нее вообще не вижу смысла покупать какой-либо робот пылесос если он не умеет определять свое местоположение и не знает где он убирал а где нет производитель заявляет что в этом пылесосе установлен какой-то крутой бесщеточный японский мотор есть специальные датчики чтобы он не падал с лестницы пылик этот умеет преодолевать препятствия высотой 1 сантиметр автоматически возвращается на базу для подзарядки работать от одного заряда может примерно полтора часа при этом успеет отпылесосить около 200 километров квадратных метров площади можно регулировать силу всасывания которое тут заявлено как 3000 паскаль что по цифрам почти в два раза мощнее чем у моего белого сяоми но цифры цифрами будем естественно проверять делом можно управлять им дистанционно и запрограммировать время уборки в него есть две вращающиеся метлы что по идее должно эффективнее подметать мусор под центральную щетку моего сяоми такая всего одна и еще одна грамотная фишка у этого пылесоса есть отдельный бак для сухого мусора который можно заменить баком с водой для влажной уборки вот это реально офигенное решение то есть этот пылесос как бы два в одном собрал весь мусор в бак для сухой уборки заменил его на бак с водой тряпкой и протер пол вот это гениально внешне пылесос весь глянцевый и честно говоря выглядит он очень здорово правда на нем видны все отпечатки но пылесосы так сказать на стиле внешне по качеству материала ну каких-то особых замечаний нет качество пластика на вид хорошие специальные защитные прокладки для того чтобы бампер не двигался это помощью него пылесос дотрагивается до препятствий сверху три индикатора кнопка включения кнопка уборки бак с водой снимается очень просто 350 миллилитров максимальный объем и воду сюда набирать лучше из фильтра также как и в любой чайник хотя они предлагают сделать это из-под крана но но лучше сюда набирать воду почище тряпка из микрофибры естественно сменная очень плотно держится на липучках и далее в коробке можно найти четыре вот таких метлы 2 на пылесос 2 запасные еще одна запасная тряпка из микрофибры блок питания скорее всего для базы причем с евро вилкой инструкция нифига себе на русском языке причем на нормальном русском языке запасной хепа фильтр который находится в баке для сухой уборки фильтр этот можно помыть это реально круто конструкция очень похожа на фильтры от xiaomi тут такая микро сеточка маленькая обратный клапан есть открыли и высыпали весь мусор мусорное ведро неплохое тоже качество пластика о нифига себе и тут еще есть и пульт вместе с батарейками что-то пульт работать не хочет почему потому что батарейки надо правильно вставлять нему вернемся попозже и вот такая вот маленькая база с резиновыми ножками для того чтобы она меньше скользила но его конечно же лучше упереть к стене иначе пылесос ее будет постоянно двигать и еще у нас есть вот такая щетка с ножом чтобы отрезать волосы которые запутались в щетке пылесоса ну и такая вот чесалка для спины или для кота и что немаловажно все расходники можно купить на официальной странице на алиэкспресс в этом магазине сегодня этот пылесос стоит около 15 тысяч рублей ссылка с актуальной ценой будет естественно под видео она может меняться в любую сторону поэтому лучше перейти по ссылке посмотреть щетки просто защелкиваются на свои места и он даже разговаривает по-английски интересно языковые пакеты есть на него приложение smart life у меня уже скачано на другом телефоне я пользуюсь розетками от blitzwolf кстати которые прекрасно работают уже дофига времени очень долго мы попробуем добавить пылесос дважды нажимаем кнопку включения он пытается соединиться штрих-код на пузе у пылесоса скачивает приложение smart life а в инструкции предлагается скачать приложение предлагает скачать приложение туя фиг его знает с каким из них он будет работать лучше ну попробуем то что на штрих-коде виден заряд в процентах я так понимаю это дистанционное управление пылесосом кто-то звонит в дверь если робот потерялся и вы не можете его найти есть такая кнопка найти робот сегодня третий день как я гоняю этот пылесос и вот что удалось выяснить он действительно рисует карту помещения правда не такую красивую как у сяоми выглядит она стремновато но он ее все таки рисует где он эту карту сохраняет пока я еще не понял похоже что нигде потому что при запуске новой уборки он начинает рисовать новую карту в процессе работы знает где он уже был где пылесосил а где еще нет на максимальной мощности он реально тише чем сяоми мусор засасывает точно не хуже может даже и лучше все ковры в моем доме он взъерошил мелкий песок поднимает сила всасывания может быть и не в два раза больше но мусор захватывает уверенно и даже не знаю откуда он взял столько мусора с одного ковра и две его метлы это точно круто субъективно они лучше собирают мусор этот черный пылесос застревал раза три но каждый раз сам себя спасал либо вот таким вот упорством либо у него есть план b он резко отъезжает назад и поворачивается на 90 градусов в малых помещениях похоже что он пылесосит два раза в одном и том же месте то есть он пылесосит даже там где он уже пылесосил в темноте ведет себя нормально под ванной пылесосит там совсем темно хотя в отзывах писали что ему тяжело в темноте он там по черной плитке не ездит не знаю такого бага не заметил по плитке темной ездить нормально батареи точно хватает на квартиру 100 квадратных метров правда я что-то не засек сколько процентов осталось после полной уборки этой квартиры здоровый беляш пошел ты ниггер им удобно управлять из приложения она очень простое интуитивно понятное уведомление правда на телефонное не приходят из этого приложения возможно нужно скачать другое приложение есть джойстик для управления пылесосом несколько режимов режим ожидания у нас становится и будет ждать автоматический режим это режим уборки в режиме локальной уборки по-моему он убирает в радиусе двух метров одна комната это если есть карта но что-то с картой тут фиге зная режим вдоль стен пылесос так и пылесосит вдоль стен ну и возврат на базу отображение карты в реальном времени можно смотреть вот последняя уборка карта конечно выглядит так себе найти робот сила всасывания можно отрегулировать я его использовал в максимальной и здесь расписание можно настроить для уборки ну и все и включить выключить пылесос очень просто ничего лишнего ну можно еще его назвать как-нибудь по-другому а здесь можно посмотреть обновление прошивки ну и вообще-то больше ничего интересного что касается пульта то здесь в общем-то тоже то же самое управление пылесосом как джойстик режим автоматической уборки этим режимом переключаются остальные режимы локальная уборка уборка одной комнаты по периметру это видимо влажная уборка настройка расписания возврат на базу и настройка времени и если несколько раз нажимать эту кнопку то будет переключаться режим мощности из минусов почему-то иногда козлит на ворсовом ковре как бы так подпрыгивает но происходит это только в одном направлении и это подпрыгивание скорее всего зависит именно от направления ворса когда ему нужно вернуться на базу то делает он это по стеночке как пьяный алкаш и выглядит это все немного странно и кажется что он сейчас заблудится и не доедет но базу он все-таки рано или поздно находит полы протирает хорошо тряпка осталась грязной протер практически везде оставил маленький кусочек почему-то он туда не заехал отсюда можно сделать вывод что хоть картон и рисует но не все идеально потому что пылесос от сяоми например он в каждую дырку залезет если после влажной уборки в баке осталась вода и и необходимо обязательно слить потому что скорее всего будет лужа бывает такое что возвращается в то место где уже протирал честно говоря вот видео и так получилось огромным спасибо те кто досмотрел до этого момента в общем я решил не делать наглядные тесты с пылесосом сяоми конкретно в этом видео но если многим будет интересно то сделаю отдельное видео сравнение этих пылесосов в общем вывод такой пылик этот достойный производителю необходимо подточить программное обеспечение конечно убрать вот эти микро лаги чтобы этот пылесос чувствовал себя поувереннее получается что если в квартире вообще нет ковров ну или там максимум какой-нибудь паласт да там вот с коротким ворсом то этот пылесос точно справится со своими функциями поддержания чистоты в доме мы приобретением и скорее всего останетесь довольны ну и для общей картины давайте проведем наглядный тест на сбор крупы там гриз рис гречка чё там сахар с помощью помощника да ну нахер ты чё творишь а ну иди сюда ушастый засранец ну а у меня на этом все друзья всем добра увидимся и пока пока ну ну